Дорогие друзья, я напоминаю, что мы продолжаем обсуждать тему изменений в Конституцию и гость нашей студии, заведующая кафедрой Конституционного государственного права Южного Федерального Университета, профессор Жанна Авсипян. Жанна Иосифовна, продолжаем говорить о Конституции. Благодаря новым поправкам органы местного самоуправления и государственной власти теперь входят в единую систему публичной власти, хотя сохранено положение, что они разделены. Вот как это правильно понимать? Что это меняет в работе органов местного самоуправления? Становятся ли они как-то больше зависимы от органов государственной власти? Само это понятие публичная власть, оно впервые появляется в тексте Конституции и введено для того, чтобы подчеркнуть, что есть две подсистемы, из которых складывается вот эта единая система публичной власти. А именно, есть два уровня органов государственной власти. Что такое государственная власть? Это власть, которая, помимо прочего, имеет право принимать законы. И есть уровень местного самоуправления. Это тоже уровень публичной власти, третий, первичный в федеративном государстве, который принимает нормативные акты, но это нормативные акты, не имеющие силу закона. Для чего было введено вот это понятие «единое»? Во-первых, для того, чтобы подчеркнуть, именно единство, необходимое для обеспечения взаимодействия. Вообще, сама тема о том, что надо иначе выстраивать отношения между органами государственной власти и местным самоуправлением, она возникла еще в ряде постановлений Конституционного суда Российской Федерации. В частности, в постановлениях Конституционного суда по Иркутскому делу и в постановлении Конституционного суда по запросу муниципального округа город Челябинск. Там говорилось о том, что необходимо все-таки рассматривать, ну я так поняла, расширять государственную составляющую в деятельности местного самоуправления. Почему? Потому что муниципалитеты, конечно, нуждаются в бюджетных ассигнованиях, в дотациях. Это возможности органов государственной власти регионального уровня, федерального уровня. Но если эти, и они сопряжены, эти дотации, с тем, что возможна передача полномочий одним уровнем власти другому уровню. Например, передача органам государственной власти субъекта федерации, органам публичной власти местного самоуправления. Передача полномочий должна обязательно сопровождаться выделением дотаций, необходимых из бюджета субъекта федерации, необходимых для осуществления этой функции. Но, коль скоро это так, значит, уровень государственной власти, который передает осуществление государственных функций на уровень местного самоуправления региональной или субъекта федерации, они получают таким образом и право осуществлять контроль за тем, как расходуется, как исполняется эта функция государственной полномочия, и как расходуются средства, которые выделены в бюджет субъекта федерации. Но необходимо это в конечном счете, опять-таки, для обеспечения эффективной деятельности первичного звена системы публичной власти в сфере защиты социально-экономических прав и свобод. Потому что это уровень власти наиболее приближенный к гражданам. Гражданин в каждодневной своей жизни сталкивается прежде всего с властями местного самоуправления, наиболее близкого к нему. То есть с уровнем или муниципального уровня, там города, поселка, рабочего, сельских поселений, муниципальных районов, городского округа. И он по поводу своих вопросов, касающихся реализации каких-то запросов, как потребителя каких-то государственных публичных властных услуг, он обращается к этим уровням власти. То есть в конечном счете наиболее полное удовлетворение этих запросов граждан, которые соприкасаются с публичной властью на самом первичном уровне, и объясняется это решение. Взаимодействие в интересах наиболее полного обеспечения интересов и социальных, не только социальных, но прежде всего экономических. Потому что ведь экономические интересы – это очень важные источники налоговых поступлений и рабочих мест для граждан. Поэтому обеспечения, особенно этот уровень предпринимательства, малый и средний бизнес, они очень нуждаются в эффективной поддержке со стороны этих двух первичных уровней публичной власти. Для того, чтобы удовлетворять потребности граждан, для того, чтобы обеспечить экономический рост, многообразные потребности. Кстати, по этому поводу недавно назначенный председатель правительства Российской Федерации Мишустин во время встречи с предпринимателями, гражданами в Новгородской области, обратил внимание на то, что особенно в малых городах, где невозможны, допустим, развития каких-то, или даже строительства каких-то, или деятельность каких-то крупных компаний, строительство каких-то крупных центров удовлетворения потребительского спроса, Малый и средний бизнес — это очень важное условие обеспечения всем необходимым гражданам. У нас осталось буквально несколько минут. Я спрошу про голосование. Это не референдум, это просто всенародное голосование. Президент хочет посмотреть мнение народа по поводу этих изменений. Имеет ли это голосование всенародное какую-то юридическую силу, или только информационную, скажем так, такую подсказку, чтобы убедить президента, чтобы он подписал этот закон, а поправку? Вы знаете, вот в этом законопроекте, о котором мы сейчас говорим, там есть статья, статья вторая, которая как раз говорит на эту тему. И здесь сказано, что общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренное этим законопроектом, проводится после вступления в силу этого законопроекта в случае дачи Конституционным судом Российской Федерации в соответствии со статьей 3 настоящего закона, заключение о том, что поправки, которые предлагает законопроект, не противоречат положениям 1, 2 глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации. Потом здесь сказано, что поскольку инициатива проведения общероссийского, точная формулировка здесь, инициатива проведения общероссийского голосования принадлежит президенту Российской Федерации, президент означает общероссийское голосование своим указом. И сказано о том, каким должен быть, что законодатель предписывает в этом отношении. Здесь сказано, что в указе президента о назначении общероссийского голосования должен содержаться вопрос, который выносится на общероссийское голосование. Так оно юридическую силу какую-то имеет, если там проголосуют за или против, или это просто, скажем так, опора на мнение жителей? То есть это не выборы, это не референдум, где голосуются за или против, и уже по итогу этого всыпают в силу те или иные механизмы в действии? Ну, я не готова сейчас ответить на этот вопрос, но я считаю, что независимо от того, будет ли, допустим, в дальнейшем, хотя уже здесь вопрос этот как-то не сформулирован именно таким образом. Пакетный принцип голосования принят, насколько он уместен в этом случае и корректен, а не голосование по каждой отдельной поправке, как вот голосовала Госдума? Вы знаете, конечно, с одной стороны, более очень привлекательным является дифференцированное голосование. Да, что нравится выбираю, что не нравится нет. Но вы можете себе представить, какая неразбериха будет при подсчете. Я, например, считаю, что очень много неопределенностей возникнет при подсчете, потому что очень много поправок, такой объемный документ. Поэтому здесь, скорее, мне кажется, пакетный принцип является более предпочтенным. Ведь если президент и инициатор этого законопроекта, следовательно, как инициатор законопроекта, он желает получить доверие людей по поводу внесенных изменений. Он берет на себя ответственность, касающуюся реализации тех социально-экономических программ, которые являются целями всех этих преобразований. Поэтому в этом смысле я считаю, что пакетный принцип является более предпочтительным. Он более честный, мне кажется. Хотя может показаться странным, что я прихожу именно к этому заключению. Но мне кажется, он будет более честным, потому что ведь, ну, понятно, главная идея. До эфира вы мне сказали, что просто там все взаимосвязано, и нельзя просто проголосовать за меры социальной поддержки, не наделив того же президента какими-то особыми полномочиями, чтобы он это исполнял. Да, потому что, действительно, я в самом начале говорила о том, что все нормы в законопроекте можно дифференцировать на два больших блока. Одна – это нормы цели. Я считаю, что цели – это именно экономический рост России и реализация социальных программ, а именно, значит, чтобы минимальный размер оплаты туда был не ниже прожиточного минимума, чтобы пенсии индексировались. То есть вот эти важнейшие социальные положения, чтобы бедность была преодолена, по крайней мере сокращена, поскольку абсолютно, конечно, к идеалу надо только стремиться, но чтобы она была сокращена значительно. В одном из, кстати, стратегических программ, с которыми президент выходил 2012 года, о целях национальных стратегиях, сейчас точно не воспроизводим название, там сказано сократить бедность в два раза. Значит, вот такие очень большие цели сформулированы. И для того, чтобы их достичь, нужно эффективное управление, потому что система государственного управления, ну что нам далеко идти? Конечно, и коррупция существует, и многие другие проблемы. И вот проблема связана с тем, что двойное гражданство бывает у чиновников, люди занимают ключевые посты, ключевые должности, и в то же время они являются руководителями, они носители государственной власти, а ведь государственная власть любого государства, она ведь предполагает какие-то секретные документы, я так понимаю, да? Если человек является, с одной стороны, сейчас ведь гражданство, когда получают, нередко приносят присягу верности. Вот в Соединенных Штатах приносят присягу верности, принимая, ну, если подают заявление гражданстве. В Российской Федерации тоже сейчас в законе о гражданстве есть нормы о том, что вступающие в российское гражданство, ну, нерожденные, а именно вступающие, он обязан принести, да, присягу верности. И если, значит, есть такие проблемные аспекты, значит, что? Это снижает уровень ответственности чиновника, который занимает такой высокий уровень. Поэтому все эти новеллы, они, конечно, нуждаются уже давно, именно для того, чтобы укреплять суверенитет российского государства, для того, чтобы делать аппарат российского государства, все органы ветвей власти более эффективными, более ответственно относящимися к реализации своих функций. Но без этого невозможно решить социальные экономические проблемы. Да, Жанна Иосифовна, увы, время передачи у нас уже совсем вышло. Я благодарю вас за подробные ответы. Надеюсь, те изменения, которые сейчас происходят, они пойдут именно на пользу прежде всего стране и простому человеку. Да, очень бы хотелось бы. Спасибо за вот такое экспертное мнение. Ждем вас вновь в нашей студии. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok